добрый день дорогие друзья простите пожалуйста за задержку на самом деле я провела прямой эфир но у меня оказывается не было интернета поэтому вы ничего не увидели и сейчас я выхожу второй раз прямой эфир и мы его повторим но повторение мать учения значит я думаю что второй раз у меня получится немножко лучше извините пожалуйста сейчас я посмотрю все все в порядке мы в прямом эфире я очень рада рада что вы дождались даже если кто не дождался надеюсь что посмотрит эфир в записи наш эфир сегодня после давайте я еще раз представлюсь добрый день меня зовут мая константиновна березовская я технолог крымской натуральной коллекции и эфир наш сегодняшний посвящен нашей новой коллекции коллекции которая сделана на основе водорослей экстрактов водорослей и называется си вид hair collection такая очень долгожданная долго мы ее делали эту коллекцию в общем у нас всегда вы знаете мы достаточно долго делаем но надеюсь что качество у нас очень хорошее получается как родилась идея создание этой коллекции ну во первых к нам обращались вы наши дорогие клиенты наши другие под дорогие подписчики и очень просили сделать нас коллекцию с животными белками коллагеном эластином кератином но применение таких компонентов косметики натуральной этичной косметики не невозможное и мы очень долго мучились и думали ну как же нам поступить в этом вопросе рада что все присоединяются и когда работаешь в каком-то производстве все равно тебе нужно учиться как алиса в стране чудес да вам нужно быстро бежать чтобы остаться на месте и вот когда я проходила очередное обучение на этом обучении рассказали о новом тренде об уходе за волосами на основе экстрактов водорослей и вот именно на этом обучении был сделан акцент на поле сахариды водорослей давайте с вами разберемся или вспомним что такое поле сахариды поле сахариды это большая молекула которая состоит из больших из большого числа количества маленьких молекул эти маленькие молекулы называются моно сахара то есть один сахар поле в переводе с латыни означает много то есть много маленьких молекул например поле глюкоза это большая молекула которая состоит из огромного количества молекул глюкозы такие молекулы состоящие из глюкозы мы с вами встречаем в жизни вот просто каждый день и в зависимости от структуры один вид таких молекул называют либо целлюлоза либо крахмал какие же уникальные поле сахариды мы с вами применили для производства нашей этой коллекции это карагина и альгинат эти поле сахариды выделяются из водорослей давайте я вам покажу как же выглядят уже выделенные поле сахариды смотрите это карагина он немножко такого сероватого коричневатого цвета но ближе все-таки белым такой порошочек который мы потом растворяем и добавляем наши продукты и вторая водоросль это альгинат и к поле сахарид извините поле сахарид это альгинат это более такая светлая ближе к белому цвету порошочек вот так он выглядит вот так вот сыпется его мы тоже добавляем в нашу коллекцию из водорослей для ухода за волосами карагинат выделяется из красных водорослей а альгинат из буры почему эти вещества являются главными потому что они выполняют очень важную функцию адгезия или прилипание к коже головы то есть адгезия адгезия прилипли и адгезия к волосу и еще третий очень важный важную третья очень важная функция это пребиотик и карагинат и альгинат являются препиотиками когда эти полисахариды располагаются на коже головы они занимают определенную нишу и таким образом вытесняют патогенную микрофлору с кожи головы получается что это такое физическое конкурентное вытеснение когда полисахариды располагаются на волосах они оказывают кондиционирующие действия создают защитную пленочку помогают восстанавливать структуру волосы и склеивают текущиеся кончики это делают оба полисахариды и карагинан и альгинат но карагинан все же занимает более значимое более особое место в косметологии почему потому что его называют натуральным силиконом а почему его называют натуральным силиконом или растительным силиконом потому что он очень хорошо улучшает сенсорные ощущения гладкость нежность гибкость и блеск волос давайте с вами вспомним что значит пребиотики мы с вами недавно говорили об этом но освежим пребиотики это вещества которые являются субстратом для наших полезных микроорганизмов получается такой своеобразный симбиоз содружества между микроорганизмами и нами они участвуют в расщеплении полисахаридов на маленькие участки кусочки в результате чего наши маленькие друзья микроорганизмы положительные микроорганизмы получают питание а мы дополнительное увлажнение кожи поддержание кислотно-щелочного баланса кожи и защиту от патогенной микрофлоры это очень важно особенно для определенного типа волос для любого типа волос для кожи склонной к себе это особенно актуально кроме наших главных полисахаридов в наш по все вот экстракты которые мы применяем у них есть свои уникальные полисахариды у них очень сложные названия поэтому я не буду говорить если захотите я вам скажу они содержат другие полисахариды то есть другие представители этого класса по своему воздействию на кожу головы они тоже уникальны оказывают антибактериальное и противогрибковое действие стимулируют местный иммунитет оказывают противовирусное действие мощное антиоксидантное действие прекрасно восстанавливают ну или по-другому можно сказать регенерируют кожу головы все эти эти замечательные свойства природных веществ чувствительно влияют на волосы и кожу головы кроме полисахаридов экстракты водорослей содержат другие активные компоненты которые важны для нас это белки и свободные аминокислоты что они делают они увлажняют обеспечивают питание кожи головы и волосяной локовицы участвуют в построении росте волоса увлажняют ускоро увлажнение я уже сказала минеральные вещества макро и микроэлементы они питают кожу головы и волосы стимулируют рост волос нормализуют водно-солевой баланс кожи головы пигменты увидите вот разные экстракты и они разного цвета благодаря разным пигментам которые содержатся в разной концентрации разных пигментов которые содержатся в этих экстрактах что они делали показывают бактериально заживляющие и антиоксидантное действие для нашей коллекции мы выбрали 6 экстрактов три базовых и три экстракта которые выбраны для определенного типа волос по выбирали по составу и воздействию на кожу головы и волос для каждого типа волос базовые это ламинария пальмария и фокус фокус стимулирует кровообращение кожи головы расширяет сосуды активизирует питание волосяной луковицы стимулирует рост волос оказывает антибактериальное и противогрибковое действие восстанавливает структуру волоса ламинария популярная водоросль в косметологии наверное самая популярная самая знаменитая и ламинария и фокус относятся к бурым водорослям бурые водоросли обеспечивают иммуномодулирующие действия противовоспалительные действия увлажняют кожу головы и волос и способствует процессам восстановления тканей какая третья водоросль пальмария это красная водоросль и в общем-то по цвету это сразу видно что она отличается от тех двух тем более такие светлые водоросли оказывает антиоксидантные действия устраняет негативные действия ультрафиолетовых лучей ну не только ультрафиолетовых лучей но и красителей каких-нибудь правильно дополнительными активными веществами в дополнение к базовым водорослям активным мы ввели еще витамины и аминокислоты витамины д-пантенол восстанавливает увлажняет и стимулирует рост волос увлажняет кожу да и волос витамин b3 ниоциномит усиливает кровообращение в коже головы и волосяной луковицы стимулирует рост волос пробуждает спящие волосяные фолликулы витамин b6 перидоксин и гидрохлорид нормализует белковый это витамин который участвует во всех обменных процессах нашего организма нормализует белковый жировой и углеводные обмены в коже головы участвует в восстановлении структуры волоса витамин е это антиоксидантный витамин но кроме этого он восстанавливает клеточные мембраны кожи головы аминокислоты но две достаточно известные аминокислоты это глицин и лизин восстанавливают увлажняют восстанавливают волос увлажняют волосы кожи головы активизирует рост волоса лизин помогает восстановить поврежденные волосы секущийся волос а вот гистидин это пока не очень популярная аминокислота в косметике но я думаю что она будет лидировать в скором времени особенно для косметики для косметики для волос в косметике для волос что она делает ну понятно что как аминокислота она будет увлажнять но кроме этого она обладает свойствами уэф фильтра ультрафиолетовой защиты и защищает волос от негативного воздействия солнечных лучей это базовые компоненты о которых мне очень хотелось вам рассказать и сегодня у нас с вами заявлено что мы рассказываем о наших шампунях и о наших бальзамах шампуни это вот наши шампуни я приготовила на производстве они еще были потому что бальзамы почти все забрали вот наши шампуни это обновленная формула здесь не просто добавлены экстракты водорослей здесь немножко иная комбинация павов и введем новый пав оставлены павы которые популярны хорошо себе зарекомендовали которые хорошо смываются которые мягко очищают кожу головы и волос это лаурил глюкозит динатрия кока амфа диацетат и кока глюкозит но введем новый пав новый зеленый пав производства компании бас германия он называется динатрия 2 сульфа лаурат очень очень мягкий пав хорошо хорошо очищает кожу головы и волосы и по своему очищающему действию на кожу головы этот шампунь я считаю что лучше выше класса чем наши предыдущие которые базировались на других на наших классических павах ну теперь в те полчаса которые я сама для себя рассказывала эфир я показывала небольшой эксперимент сейчас я его повторю хорошо что я приготовила две колбы и даже хорошо что я провела тот эксперимент немного раньше я провела эксперимент по пенообразующие способности наших шампуней это не просто эксперимент это показатель который тестируется в госпотребнадзоре для получения сертификата соответствия и я вам покажу какая пена получается с нашим шампунем сейчас я выберу какой я открывала я открывала нормализующий обычно для того чтобы помыть голову на одно мытье мы затрачиваем приблизительно чайную ложку шампуня сейчас я выдавлю шампунь в первый раз кстати я его развела и не не все дошло до эксперимента вот не буду больше чтобы перестараться и развить вот так выглядит наш шампунь такая немножко желеобразная масса я добавляю в колбу вот так он добавлен и добавлю незначительное количество воды так как мы привыкли распенивать шампунь на наших волосах вот я приготовила правда знаете немножко она и на ошиблась надо было брать из-под крана воду как мы моем но не ребята я вообще забыла рассказать часа сейчас покажу как пена образуется еще об одной важном компоненте который я забыла рассказать добавлен нашим вот добавили немножко водички берем пробочку закрываем и начинаем стягивать и стряхиваем на проспотребнадзоре делают не в колбе но у меня нету колбы со шлифом у меня их колбы цилиндра со шлифом там специальный аппарат проспотребнадзоре который выполняет функцию стряхивания вот такая пена образуется с одной чайной ложечки такая же пена у вас будет образовываться на голове при мытье наших волос а теперь давайте сравним вот почему я сказал что хорошо что я полчаса сама для себя рассказала вот эта пена которая была сделана в первые полчаса которые я рассказывала сама для себя давайте сравним есть еще такой показатель как пеноустойчивость и я считаю что в общем-то за полчаса вот такая пена осталась это для натурального шампуня это очень большое достижение это прямо плюс плюс о каком компоненте я забыла сказать что мы добавили в шампунь это глюканат натрия что такое глюканат натрия вроде бы такое знакомое нам вещество которое только не кальция а натрия на знакомое на слух вещество это очень хороший комплексообразователь что значит комплексообразователь это вещество которое способны связывать соли жесткости мы знаем что вода в разных регионах и только крыма но наши вообще большой страны наши продукты покупают на сеть по всей территории россии разные качества питьевой простите не питьевой воды которые используются для бытовых нужд и жесткость бывает достаточно сильная и вот сюда введем глюканат натрия калия господи простите перенервничала забыла в общем глюканат который очень хорошо связывает соль жесткости и при смывании не дает им задерживаться на волосах что нам это дает это дает большую мягкость и большую гибкость волоса наряду с воздействием экстрактов водоросли это очень важный показатель и это кстати облегчает воздействие водоросли на наш волос давайте посмотрим какие экстракты мы выбрали для каждого вида шампуни восстанавливающий шампунь это экстракт парфиры красные водоросли почему она выбрана для восстанавливающего шампуня потому что она богата протеином витамином в ней присутствует витамин c b1 b2 d2 d2 про витамин а и каротин содержится омега-6 жирные кислоты этот шампунь увлажняет и питает кожу головы активизирует кожный иммунитет и возвращает все таки силу волосу придает живой блеск делает волос более послушным облегчает укладку расчесывание и увлажняет кожу головы не только волосную кожу головы этот шампунь поскольку волос восстанавливающий для достаточно все таки проблемного до окрашенного волоса сделан то сюда ввели небольшое количество натурального кондиционера гора для усиления кондиционирующего действия в качестве основного полисахаридов этот шампунь введен альгинат в увлажняющий шампунь увлажняющий шампунь вот он у нас увлажняющий шампунь сюда введена водоросль вакана это бурая водоросль восстанавливает гидроматрицу кожи головы делает волос гибким и плотным питает кожу и оказывает антиоксидантное действие подходит для нормальных и сухих волос в качестве основного полисахарида здесь выступает карагинал который усилен альгинатом и вот кто тестировал наши шампуни обладательницы именно сухих не окрашенных волос отмечали что действительно волос намного приятнее эластичнее и комфортнее с таким волосом жить обладательницам сухих волос и третий шампунь это нормализующий да и мы я вам его показывала показывала какая пенообразующая способность у шампуня это самая богатая по содержанию водорослей белком содержание белка мне самая высокая если рассказать историю изучения этой водоросли то ее рассматривали как биологический субстрат для космонавтов космонавты в космосе могут выращивать спирулину и употреблять в качестве белковой пищи кроме белка он богат она вернее богата аминокислотами минеральными солями и пигментами пигменты здесь тоже уникальный спирулина это сине-зеленая водоросль и пигменты здесь тоже такие уникальные я вам приготовила кстати экстракт сине-зеленые водоросли спирулины вы видите насколько она сильно отличается от других экстрактов она такая насыщена темно-сине действительно темно-сине-зеленая такой немножко желтоватый оттенок не есть если на просвет смотреть на против света поставить экстракт мы знаем с вами что богатыми это я сказала да мы с вами знаем что жирная кожа часто недополучает питательные вещества это связано с избыточным функционированием сальных желез склонностью жирной кожи к сиборийному дерматиту и в результате нарушения питания кожи головы очень часто такая кожа и теряет волосы и и в общем какие-то дискомфорты испытывает обладатель такой кожи и вот благодаря этому минеральному белковому пигментному составу обеспечивается дополнительное активное питание кожи головы и волосяного фолликула и как следствие снижение развития сиборийного дерматита нормализация работы сальных желез и снижение выпадения волос если подводить итог рассказа о наших шампунях то после я хочу вам поделиться что мы получили в итоге хотя мы не делали ставки на такой результат главная задача шампуня это очищение кожи головы и волосы все остальное это дополнительную все-таки дополнительный уход но в результате только воздействия шампуней мы получили снижение выпадения волос это было отмечено теми людьми которые очень сильно мучаются из-за этого это не три волосинки это прямо вот клубы люди теряли волос после начала мытья и применения нашего шампуня волосы перестали выпадать это не было на фоне изменения питания или образа жизни все было то же самое только новый шампунь было отмечено снижение ломкости волос это заметно на длинных волосах особенно и при расчесывании тоже обладательницы таких волос ломких тонких очень нежных отметили что волосы стали меньше ломаться и третий пункт это тоже сто процентов отмечено было всеми тестирующими все женщины с окрашенным волосом отметили что красящий пигмент из волоса не вымывался то есть вот такие дополнительные бонусы при тестировании наших шампуней мы получили давайте перейдем к бальзамам бальзам нам нужен для чего для того чтобы после очищения кожи головы восстановить волос усилить защитную пленочку на волосе предотвратить его ломкость при расчесывании и базовые компоненты в бальзамах точно такие же как и в шампуне все те же экстракты водоросли все то же самое но дополнительно еще введены в каждый вид бальзама свои активные компоненты восстанавливающий бальзам видел комплекс витаминов простите комплекс витаминов а и и и мощные антиоксиданты это база все антиоксидантной работы витамин тоже антиоксиданты мы с вами очень часто говорим об этом витамине что он делает вернее скажем так это не просто витамин это исторически сложившиеся название и гурт витамин f объединяющие название полиненасыщенный жирный кислот в данном случае это полиненасыщенные жирные кислоты линолевая или налетного тоже оказывают антиоксидантные действия увлажняющие восстанавливающие действия усиливающая гибкость и пластичность волоса и уже комплекс этих витаминов глубоко питает кожу головы и саму кутикулу волоса проникает очень глубоко внутри кроме этого комплекса дополнительным активным компонентом выступает еще оливковое масло это ну скажем так классика для поврежденного волоса да для окрашенного поврежденного волоса питает кожу головы волос оказывает кондиционирующие действия оживляет волос восстанавливает волос в увлажняющий бальзам добавлен тоже не один усиливающий компонент а комплекс это гель алоэ вера гиалуроновая кислота дополнительное увлажнение усиление питания потому что гель алоэ вера богат макро микроэлементами своими полисахаридами витаминами белками и кислотами то есть это все направлено на увлажнение и восстановление структуры волоса гиалуроновая кислота и полисахариды гель алоэ вера выступают еще и в роли пребиотиков также в бальзаме присутствует масло ши и масло органы тоже в общем-то классика для сухих волос питает питание усиленное питание кожи головы и волоса восстановление кутикулы волоса увлажнения восстановление структуры волосы я уже сказал по и последний наш бальзам нормализующий сюда введены другие активные компоненты дополнительные в первую очередь это фруктовые кислоты или как называют аха кислоты или гидроксикислоты но введены не в той нежной тонкой концентрации которая не позволяет нам повредить волос но при этом очень мягко очень нежно будет помогать отшелушивать роговые чешуйки при с нашей кожи головы оберегая волос комплекс витаминов b для усиления питания восстановления кожи головы и усиления роста волос в нормализующий шампунь добавлены эфирное масло мяты она успокаивает кожу головы и стимулирует кровообращение на сегодня я закончила с рассказом о нашей новой коллекции и о двух видах из этой нашей новой коллекции шампунь и бальзам если возникли какие-то дополнительные вопросы пожалуйста задавайте если нет то я буду выключать и сохранять наш прямой эфир ваши вопросы пожалуйста пишите нашему администратору на основе ваших вопросов мы здесь мы напишем либо пост либо выпустим еще один эфир вопросов не вижу поэтому я заканчиваю эфир всего доброго рада была всех видеть и рада что вы все-таки дождались эфира несмотря на технические неполадки всего доброго и вам спасибо большое что были